Здравствуйте! Если хотите, чтобы ваши огурчики не болели, плодоносили до самых заморозков, завязи не опадают, огурчики вкусные, сочные, хрустящие и не горчат, обязательно применяйте эти таблетки для огурцов. Это дешевые средства, которые есть у нас с вами дома, которые по-любому валяются у каждого на полке. Для того, чтобы получить хороший урожай, не обязательно тратиться на дорогие удобрения. Можно все поддерживать в меру таблеточками. Таблеточки есть разные, есть очень мощные, классные, которые влияют на активный рост, именно на то, чтобы было крепкое здоровье у наших огурцов. Листики будут изумрудного цвета, а также не будут опадать завязи и завяжутся абсолютно все огурчики, даже при неблагоприятных условиях. Эти огурцы мы с вами выращивали на органических подкорках и пришло время просто их поддерживать. А для поддержания как раз я и применяю такие простые дешевые аптечные таблетки, которые применяю уже не первый год, потому что мне нравятся результаты. Я вижу, если нет результата, то нужно применять что-то другое. Поэтому всегда смотрите только ваши растения, потому что условия выращивания у нас с вами разные. У меня Кузбасс, Сибирь, погода просто непредсказуемая. И давайте приступим. Первая таблетка, которая нам с вами понадобится, это валидол. Нам нужна всего одна таблетка на 1 литр воды. Можно растолочь, развести, там немножко нужно подождать, когда она практически растворится, она полностью не растворяется. И поливать под корень. Запах, конечно, будет невероятный, но я делаю немножечко по-другому. Я беру одну таблетку и вот так вот подкладываю под каждый кустик огурца. Во-первых, это отличная профилактика от вредителей, в том числе и мелкососущий. Как раз тля, паутины, клещ, которые поражают листовую пластину, прям полностью из завязи, они прям полностью высасывают всю силу. И тем самым оставляют нас без урожая. Поэтому раскладываем, запах будет, но ничего страшного, можно немножечко прикопать. Запах постепенно проходит. Самый такой вот минус, то, что, например, нужно постоянно пополнять валидольчиком наши огурцы. Потому что быстро как раз проходит действие валидола. Потому что это не профессиональное средство, которое, например, действует до 14 дней. Помните про это. Следующая таблеточка, которая обязательно должна быть у каждого садовода-огородника, чтобы получить хороший, богатый урожай, это янтарная кислота. Янтарку я применяю постоянно, на любой стадии вегетации. С помощью янтарки я даже восстанавливаю слабые, чахлые и чуть ли там не дохлые огурчики. Янтарная кислота у меня 400 миллиграмм. Но на ранней стадии я всегда применяю 100 миллиграмм. То есть это 0,1 грамма. А в данном случае у меня 0,4 грамма. Я беру одну таблетку на 1 литр воды и поливаю под корень. А также опрыскиваю по листу. Тщательно прям прохожусь. Во-первых, влияет на цветение, на здоровье, на иммунитет. А значит и не будет никаких вредителей, которые будут поражать именно чахлые растения. А они как раз и нападают на такие вяленькие, дохленькие растения, которые без какой-либо защиты. Следующая таблеточка, которая должна быть тоже, это глицин. Глицин это аминокислота. Мы все про нее все с вами знаем. Прекрасная аминокислота, которую можно добавлять даже в обычный стандартный биогумус. Одну таблеточку на литр, либо 10 таблеток на 10 литров воды. И поливаем под корень в среднем по 1 литру на кустик. Вот смотрите, у меня уже пачка практически пустая, потому что я применяю в огороде неоднократно. Вот за период выращивания с мая месяца у меня уже практически ушла пачка. Я чаще всего опрыскиваю с аминокислотой, потому что через листовую пластину тоже все прекрасно проникает. Если таблеточек мало, то как раз универсальный способ это опрыскивание по листу. Одна таблетка на литр и опрыскиваемся тщательно. Следующая таблетка это аспаркам. Аспаркам можно прикопать рядом, можно развести в воде и поливать под корень. Но он не растворяется там до конца, в среднем там как раз получается 1 таблетка на кустик. Если у вас кусты все вместе растут, берите до 5 таблеток как раз на 5 литров воды и поливайте сразу все кустики. Если вы поливаете допустим с леечки. Если у вас лейка 10 литров, значит берем 10 таблеток. Сюда же можно еще отнести тоже как раз для здоровья хорошую таблетку. Это кальция глюканат. Кальций нужен на любой стадии. Ну конечно, в таблетках он на небольшом, прям минимальном проценте. Но если у вас есть просроченные, то не нужно ничего выкидывать. Просто тоже прикопайте в грунт, все постепенно там у нас будет разлагаться и поступать в корневую систему. Как раз на стадии, когда будет у нас влажность, сырость, кальций нам с вами пригодится. Также можно делать по листу обработки с глюканатом кальция. Одна таблетка на литр и опрыскиваем тщательно по листу. Следующая таблеточка это форицелин. Форицелин прекрасно помогает также для профилактики от болезней и от многих вредителей. Но на 100% форицелин точно не помогает, потому что томаты, перцы, огурцы все равно заболевают. Но для профилактики применяйте постоянно. Один раз в 10-14 дней можно опрыскивать по листу. Берете одну таблеточку, она у меня 20 мг, можно брать порошок, растолочь ее, развести с молоком, это где-то 100-150 мл на 1 литр воды. И все тщательно перемешиваем, опрыскиваем по листу тщательно. Молоко в этом случае и даже как подкормка, и даже как именно прилипатель выступает, тоже хорошее действие от него будет. Форицелин опрыскиваем постоянно в течение всего лета. И вот смотрите, у меня вот такое большое количество различных таблеточек, применяю их с периодичностью. Делайте себе некие графики, это очень удобно. Вот сегодня с янтарной кислотой через какое-то время можно, например, кальций, аспаркам подложить в грунт, но по отдельности они применяются. А также можно использовать форицелин через несколько дней, валидол от многих вредителей. Если вот большое количество кустов, а уже профессиональных средств не хватает, то можно на некоторое время защититься как раз от болезней вредителей с помощью этих таблеточек. Ну а глицин, ну это просто аминокислота, которая является прекрасным тоже стимулятором, как и янтарка, которая спасает наш урожай при неблагоприятных условиях. Ну а на сегодня это все. Заходите ко мне на канал, пишите ваши комментарии, какими таблеточками, дешевыми средствами вы иногда подкармливаете ваши томаты, перцы, огурцы и другие культуры. А также пишите ваши способы, как вы выращиваете огурчики, с посынкованием без и какие сорта. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok